Здравствуйте, дамы и господа! Меня зовут Юрий Чабан, это Спрага-Инфо. Мы со второй попытки начинаем нашу ежедневную вечернюю онлайн-активность. Мы, как я это обычно говорю, говорим о культуре, о всех ее измерениях, о фактах, явлениях, тенденциях, трендах, о личностях, в общем, обо всем том, что можно назвать таким словом, как культура. Сегодня будем говорить об искусственном интеллекте, о будущем, которое, по большому-то счету, наступает каждую секунду. И вот да, по большому-то счету, этот эфир, эта трансляция делается при помощи современных технологий, при помощи современного смартфона. Я думаю, это ни для кого не секрет, а, в общем-то, тут я, наверное, начну говорить о нейросетях. Вот опять мне пишут, что сигнал интернета нестабилен. Что ж такое? Ну, в общем, если снова связь прервется с третьей попыткой, к сожалению, делать не буду. Ну, в общем, к сожалению, да. Вот я люблю повторять, что не благодаря, а вопреки мы делаем с Прага-Инфо. И действительно, это не пустые слова. В общем, друзья, говорим об искусственном интеллекте, говорим о роботах, говорим о том, что вот мысль, которую мне бы хотелось донести до аудитории во время нашей сегодняшней онлайн-активности, её можно сформулировать следующим образом. В общем, сегодня, в нашем 2020 году, во времена, когда мы окружены современными гаджетами, когда, по большому-то счёту, гаджеты нам помогают жить, когда цифровые технологии настолько плотно вошли в нашу жизнь, что без них мы нашей жизни-то и не представляем. В это самое время часто эти технологии, мы теряем контроль над этими самыми технологиями, искусственный интеллект начинает действовать так, как ему нравится, в общем-то, мы перестаём управлять искусственным интеллектом. В общем, вот такое. Ну, да, друзья, давайте для начала, да, тем, кто присоединился, я вижу, что снова присоединились к просмотру, пожалуйста, лайкайте, комментируйте, в общем, давайте как-то знать о том, что интересно вам то, что мы пытаемся делать. Я вывожу на экран кое-что такое вот информативное, пока что из общей такой вот информации, да, вот нажал, пытаюсь вывести на экран, ну, почему-то, ох, интернет, скорость интернета печальная. Ну, вот я не знаю, почему на самом деле слайд не выводится, окей, давайте со слайдом подождём. Давайте предысторию. Знаете ли вы, что в 50-е годы ещё 20-го века говорили о роботах, говорили о том, что, мол, роботы поработят всё и вся, роботы поглотят нашу с вами объективную действительность, заполнят наши жизни и всё такое прочее. Ну, в общем, тут, пожалуй, на экран уместно вывести тех самых роботов, как их видели в былые времена. В общем, вот такие были роботы, да, посмотрите, пожалуйста. Наверное, тут я скажу, улыбнитесь, потому что мы сегодня видим роботов совсем-совсем по-другому. Опять-таки, я думаю, все знают, что в современном нашем мире роботы способны управлять автомобилями, делать серьёзные хирургические операции, собирать высокоточные какие-то вот такие вот аппаратные решения. Я думаю, что, опять-таки, многие не знают, но факт, что современные айфоны собираются роботами, это он имеет место быть, как и все остальные наши смартфоны, как и, пожалуй, тот самый смартфон, при помощи которого эта активность вот происходит. В середине XX века роботов видели, ну, в общем, вот такими, да, подобие человека, и, в общем, такой вот, ну, он двигается, он там что-то… То есть, по большому-то счёту, это механизм. Механизм, не обладающий интеллектом, поскольку он не умел обрабатывать огромные массивы данных, то есть, он умел, скажем так, быть похожим, возможно, в чём-то на человека, вот. Вот, но это ни разу не искусственный интеллект. Вот посмотрим на ещё одного вот такого вот робота советского. Да, вот, в общем, возле него все фотографируются. Вот такое вот будущее будет. Вот такие вот будут роботы когда-то там очень скоро. Вот, ну, а будущее наступило, роботы действительно появились, причём ворвались они в жизнь куда более стремительно, чем кто-либо даже, наверное, мог себе представить. И сегодня, по большому-то счёту, мы сами многие, даже если не подозреваем, то, что роботы, то, что нейросети участвуют в нашей жизни буквально каждый день, это факт. Смотрите, друзья, вы сейчас наверняка смотрите этот стрим, эту онлайн-активность в Фейсбуке. А ещё в Фейсбуке вы скроллите ленту, и какие-то посты видите, какие-то посты не видите, какие-то посты вам попадают в ленту, какие-то проходят мимо. Почему так происходит? Потому что система изучает ваше поведение в сети, система изучает ваши сетевые приоритеты, и на основе этих самых сетевых приоритетов предлагает вам тот или иной контент. В общем, да, сегодня это происходит так. Машина видит, ага, вы почли то-то и то-то, вы полайкали то-то и то-то, вы часто заходите на страничку туда-то и туда-то, вы задерживаете свой взгляд на таких-то постах, а такие посты вы пропускаете к нему. Эти данные, исходящие от вас, от вашего аккаунта, соответственно, вот от вас как личности, система обрабатывает, синтезирует. Сюда же подключаются ваши геотеги, то есть ваше местоположение. Если вы находитесь в Киеве, соответственно, ваш контент будет всё-таки в большинстве своём приходить отсюда. Стоит вам побывать в другой стране, и тут же в ленте у вас попадается другой контент из личного опыта. Приезжаю, значит, я, допустим, в Краков, делаю там какой-то первый стрим оттуда из Кракова или что я там делаю, не помню, ну или какой-то пост пишу. И тут же я в ленте вижу кучу постов жителей Кракова и людей, которые сейчас находятся в Кракове, и числа тех, которые имеются в списке моих друзей, а в списке у меня в друзьях довольно-таки большое количество людей. Я приезжаю в Прагу через несколько дней, и я вижу уже в списке посты из жителей Праги, причём посты тех людей, которые я раньше не видел. Я приезжаю ещё в какой-то город, и это я опять-таки говорю сейчас не о каких-то рекламных материалах, к этому чуть позже, а вообще в целом о ленте Фейсбука, которая формируется под совокупность, вообще на самом деле до конца нам же неизвестно, как формируется, как выстраивается лента, какие посты попадают на первое место, какие пропускаются и во внимание не попадают. То есть здесь мы можем строить лишь догадки, но то, что это всё происходит при помощи обрабатывания данных специальными нейросистями, это очевидно, и это действительно факт. Есть я, есть моя активность в интернете, есть мои следы в интернете, есть то, что я пишу, есть то, что я делаю, есть то, что я комментирую, есть моя привязка к геотегу, есть какие-то приложения, которые, допустим, если я сейчас говорю конкретно о Фейсбуке, какие-то приложения, которые где-то авторизированы при помощи Фейсбука, допустим, тот же самый OkTuneIn, пусть будет, допустим, или что-то ещё, или любой другой сервис, где я авторизировался при помощи Фейсбука. Система всё это в совокупности анализирует, и потом на основе этого анализа выдаётся лента. Так происходит не только в Фейсбуке, так происходит, допустим, в том же самом Ютубе. Вот о Ютубе могу сказать, вот, допустим, какой вот интересный момент. Каждый, кто знаком с Ютубом, знает, что там тоже существует лента, она часто в ленту попадает не только видео с тех каналов, на которые мы подписаны, ну и абсолютно каких-то вот таких вот абсолютно посторонних каналов, о существовании которых мы не знаем, не догадываемся. А как нам в ленту попадают видео? Ну, смотрите, мы, опять-таки, мы что-то посмотрели, мы покопались в определённом направлении, мы зашли, мы, допустим, вот я куда-то еду, я еду, допустим, в непризнанное Приднестровье, я немножечко покопался в истории этой самой квази-государственности ПМР, я покопался, я посмотрел пару видео, после этого система мне будет предлагать видео про это самое Приднестровье, причём как критические какие-то, так и такие вот откровенно пропагандистские, о том, что как прекрасно, что мы, в общем, освободились от, в общем, от Молдаван, тут у нас такая страна классная, тут рядом Молдавия, а не не Молдовка, это Молдавия, тут у нас это Украина такая хика, а вот у нас такая отлично. Это как такие в ленту видеозаписи попадают? Да после того, когда я пару видеороликов про ПМР посмотрел, просмотрел про Приднестровье, мне эти в ленту попадают видеозаписи. Другой пример, опять-таки, связанный с моими вот такими вот путешествиями, значит, бывал я не единожды, кстати, бывал я на Арабатской стрелке, на неаннексированной части Крымского полуострова, это действительно небольшая территория Крыма, которая сегодня контролируется Украиной, то есть, до юра, скажем так, эти территории подчиняются Херсону, подчиняются Херсонской области, а де-факто они находятся на территории Крыма, то есть, после вот этого самого промоина по стрелке, когда едешь по Арабатской, это всё Крым. Так вот, если там поотдыхать, если там какое-то время находиться, потом вы приедете в Киев, и вы с удивлением можете обнаружить, что вам приваливает реклама оккупантов, вам приваливает реклама о том, что вот, там какой-то, в общем, открылся новый ресторан, Росбургер, или как он у них называется, Мирбургер, Росбургер это, по-моему, на оккупированном Донбассе, Амирбургер, или наоборот, ну, неважно, в общем, такой местный вариант Макдональдса, или вам предлагают уже рекламу, мобильную связь, Винмобайл, Виннеры, победители, мобильная связь, которая работает на ресурсах, которые ранее принадлежали компании МТС Украина, вот, всего-навсего, вы побывали в Крыму, причём вы побывали в Крыму, не на той его части, которая контролируется сегодня Российской Федерацией, которая находится во временной вот такой вот оккупации, вы побывали на той части Крыма, которая сегодня принадлежит Украине, да, которая контролируется Украиной, на армадской стрелке, и после этого вам вдруг в ленту приходит всякая такая вот информация, рекламные посты в Фейсбук или там в Ютуб, или ещё куда-то вот оттуда. То есть вот так работают эти нейросети. Они, значит, интересный момент, что нейросети часто дают сбои. Вот я привёл пример, когда я не был, допустим, в аннексированном Крыму, мне из аннексированного Крыма начала приваливать реклама, потому что система по геотегам определила, что я нахожусь на территории Крымского полуострова, значит, соответственно, я являюсь целевой аудиторией. Я приведу другой пример. Избирательная кампания Дональда Трампа. Видеоролики в Ютубе, митинги, митинги, где люди поддерживают закрытие границ, где люди поддерживают ограничение миграционных потоков, где люди поддерживают, ну, вот эти все традиционалистские догмы, которые были в основе, скажем так, избирательной кампании Дональда Трампа. Естественно, эти люди смотрят видео в Ютубе, лента у них выстраивается, и до сего доходит всё. А доходит всё до того, что спустя какое-то время, там, месяц, другой, в ленте у этих людей, просто у тех, которые решили на выборах поддержать не Обаму, а Трампа, появляются откровенно нацистские ролики, расистские ролики, фашистские ролики о доминировании белой расы, о, я не знаю там, о американском сверхчеловеке. Ну, тут можно пофантазировать и представить, как так происходит. А вот происходит, искусственный интеллект улавливает интересы человека в данный конкретный момент. Он видит, что человек сейчас нацелен на, вот он говорит, что для него актуально, что ему симпатичны, допустим, такие вещи, как закрытие границ, как там ограничение миграционных потоков и прочее. Соответственно, отсюда, по цепочке, и вот оно выводит туда. Смотрите, как часто происходит. Как система может дать сбой? Давайте представим вот что. Сейчас я, вот, в общем, говорю о вполне конкретном человеке. Вот есть у меня, допустим, одна знакомая, да, и вот у неё депрессия. В общем, клиническая депрессия, ну, предположим, да, у человека там, как бы, и, соответственно, как бы, доминантой в этом её грустном состоянии, да, назовём его так, являются какие-то тревожные мысли, какие-то, возможно, мысли апатичные, где-то даже суицидальные. Ну, окей, даже не суицидальные пусть, ну, короче, о чём-то. Соответственно, человек что-то начинает гуглить, вот, исходя из вот, ну, то есть, о борьбе с депрессией, предположим, да, система, улавливая вот эти посылы, начинает думать, что это, скажем так, интересы этого человека. И спустя, когда, допустим, человек через пару месяцев там поборет депрессию, да, или через какое-то время, да, система ему дальше будет предлагать контент о депрессии. То есть, а на самом деле, на самом деле человеку не это нужно. То есть, я о, сейчас я говорю о иерархии приоритетов, о иерархии целей человека, которые машина часто не вычисляет, которые часто искусственный интеллект не вычисляет. Допустим, я сейчас имею локальную цель, ну, назовём так, вот, цель там на несколько дней, там, допустим, побывать на фестивале, там, по литературный фестиваль «Антрактферс» сегодня будет происходить, кстати, он будет происходить при поддержке «Спрага.Инфо». Вот, и я, соответственно, сейчас могу гуглить где-то информацию о литературных фестивалях, я могу немножечко в этой теме копаться. Ну, цель вот такая вот локальная, да. Глобальная цель, допустим, у меня совсем другая, да, то есть, достичь того-то, 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 сделать то-то, то-то, то-то. Вот, машина не видит, что является доминантой. Доминантой, или, окей, давайте другую возьмём. Опять-таки, ну, я заболел, а что у меня, что угодно, ну, окей. Депрессия плюс голод плюс, в общем, я потерял работу, в общем, плюс, что ещё? Ну, всё потерял, ничего нет. В общем, и у меня всё моё поведение в сети сводится в данный момент, допустим, к тому, чтобы… Вот, как выгрести, как выгрести, как побороть, допустим, депрессивное состояние, как, допустим, что там у нас, сделать так, чтобы устроиться на работу снова, как укрепиться в социуме на каких-то позициях, является ли это моей конечной целью? Да нет, конечно, потому что конечная цель у меня, допустим, ага, построить, допустим, вот такую-то компанию, сделать то-то, то-то, ну, предположим, или построить дом, или ещё что-то. То есть вот человек и, скажем так, его мышление, по большому счёту, можно так нарисовать, состоит из каких-то отдельных локальных целей. Их много, вот одна цель, другая, третья. Первая цель, допустим, сейчас, ну, вот, там, цель на сегодня так, сходить к стоматологу, так, цель на сегодня так, написать две публикации, сделать одну презентацию. Рядом цель, допустим, там, укрепить бизнес-партнёрство с такой-то и такой-то средой, построить такую-то и такую-то компанию, выйти на такие-то и такие-то рынки. Система может не видеть, что вот эта последняя цель для меня, допустим, является приоритетной. Для системы это вот как совокупность, как блокерки. Цели могут быть равны, что цель, допустим, пойти к стоматологу, что цель построить какое-то, укрепить бизнес-партнёрство и построить какую-то интересную, реализовать какой-то интересный бизнес-концепт. Вот. Это, к слову, о том, какие погрешности и как получаются погрешности в этих системах искусственного интеллекта. Вот так, потому что какую-то цель, она у нас может возникнуть, исходя из… Ну, вот я привёл пример, допустим, когда у человека депрессия, допустим, началась какая-то грусть, печаль, и у человека цель сейчас, локальная цель – побороть депрессию, выйти из этой депрессии, да, допустим. А глобальная цель у человека, допустим, достичь того-то, 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 сделать то-то, 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 и ещё… или даже не так, из вот этого того-то, 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 что-то есть доминанты и что-то есть приоритетом. Ну, одно того-то достичь, допустим, там, купить квартиру, другая цель, допустим, достичь каких-то там целей, достичь чего-то в бизнесе, достичь чего-то в гражданской сети, достичь чего-то в творчестве. Из вот этих всех целей является что-то, ну как, и вот часто машина, ну вот опять-таки, я приведу, машина не может видеть, какая цель является главной, какая цель является второстепенной. Я приведу пример, когда, допустим, робота обучали сервировке стола, да, допустим, это такой тоже реальный пример, реальный случай, и робот, отслеживая всё поведение человека, да, отслеживая то, как человек сам себя ведёт, и видя, что человек, допустим, кладёт вилку там с одной стороны нож, то есть не вилку с одной, нож с другой, робот не… Ну, откуда роботу знать, допустим, что в приоритете не там, где будет нож и вилка, допустим, находиться, да, а в приоритете, допустим, для человека, чтобы красиво, ну, что-то, вот я не знаю, чтобы всё было подано, чтобы всё было сработано, чтобы все были накормлены, допустим, если это идёт речь о роботе, который обслуживает. Робот может нацелиться на то, что вилка должна лежать с левой стороны, вот всегда, допустим, да, вот. И возвращаясь опять-таки к, да, к теме искусственного интеллекта и современности, я, пожалуй, расскажу о системе голосовых помощников и о том, как искусственный интеллект интегрированы в голосовые помощники. Значит, с 2016 года примерно, даже ещё с 2015 активно на рынке начинают появляться всевозможные голосовые помощники, когда боты обслуживают нас, когда, ну, сейчас вспомним каждый, да, неважно, где вы находитесь, вы знаете, что вы едете по навигатору и навигационную систему Лонгейт, допустим, поверните налево, поверните направо, там, 200 метров туда-сюда, там, пробка, там, полиция, там, ещё что-то. Дело в том, что такие голосовые помощники, они не только обслуживают на уровне команд, как, допустим, делает Google Assistant в большинстве своём, но и как действует Siri, Apple, или как действуют, ну, называемые вещи своими именами, как действует Яндекс Алиса, вражеская. Вражеская. Почему вражеская? Потому что созданная на территории России, по большому-то счёту, ну, есть основания думать о том, что она контролируется Россией, да, я имею в виду российской властью, то есть, и все данные, которые мы передаём Яндексу, они могут быть доступны для обработки спецслужбами Российской Федерации. Ну, неважно. В общем-то, они создали, ну, в отличие от, опять-таки, сильной компании Яндекс, на самом деле, технологии во многом, скажем так, ну, передовые технологии делают. В частности, можно говорить, что в сегменте голосового помощника они обыграли, в сегменте вот такого вот искусственного, голосового помощника, наделённого искусственным интеллектом, они обыграли компанию Google. Ну, а сегодня Яндекс.Алиса чего только не делает, то есть, от того, что она, я не знаю, там, с ней можно говорить, как с человеком, и пошли все на любые темы, при этом, при всём, да, краеугольные углы заблокированы, то есть, грубо говоря, на политические темы она не говорит, естественно, ну, то есть, на какие-то темы, которые могут быть предметом разногласий, она тоже не говорит. Что касается действий России в Украине, я имею в виду войны России на территории Украины, Алиса тоже молчит. Тем не менее, наверное, я здесь немножечко попытаюсь вот так вот прямо в прямом эфире продемонстрировать, как работает там самая Алиса. Скажу так, это не Россия, которая обучается, которая изучает своего хозяина, которая изучает его поведение, изучает его предпочтения, изучает его приоритеты. В общем, я не являюсь активным пользователем Яндекса, как и не являюсь активным пользователем этого самого искусственного интеллекта Яндекса. Соответственно, моя Алиса не настолько прокачена, как, допустим, у тех людей, которые активно используют её в какой-то другой среде. Это я к тому, что то, что я сейчас продемонстрирую, это будет не то, на что способен этот самый искусственный интеллект, потому что он способен, допустим, опять-таки, зная наш вкус. Вот мы приходим домой, а там ещё, значит, выпускают такой вот, опять-таки, всё это разработки вражеские. То есть, я, простите, говорю вот как думаю, но они выпускают, значит, такая Яндекс-станция, колонка, с которой можно общаться, прийти, допустим, домой, сказать, там, включи такую, нет, или даже не так, включи мне музыку по настроению. Ту музыку, которая вот сейчас, сейчас я устал, выдохся, на работе, включи музыку, включи что-нибудь из того, что я люблю. И она знает предпочтение человека, ещё раз, в нейросеть поступают определённые данные, то есть, нейросеть видоизменяется под воздействием, в процессе взаимодействия её, этой самой нейросети и человека, то есть, видоизменения происходят. Ну и, соответственно, она больше и больше узнаёт хозяина, и когда хозяин говорит, включи в неё классную музыку, она знает, какая музыка будет классной для этого самого хозяина. Ну, в общем, я сейчас продемонстрирую, как она работает, я сейчас попытаюсь её загнать в немножечко такой вот, ну, глухой угол. Привет, Алиса. Ку. Ты тут? В основном я в вашем устройстве, изредка выглядываю в интернет. Отлично, скажи, пожалуйста, где ты живёшь? Если карта верна, вы по адресу... Да не говори, где я живу, не надо, не-не-не-не, тихо. Нет, я, да, вот вы заметили, да, она не услышала, что я спросил. Так, Алиса, давай поболтаем. Конечно, давайте. Если надоест, скажите, хватит болтать. Алиса, чем ты сегодня занималась? Помогала пользователям, общались, искала информацию. А ваш день как прошёл? Мой день прошёл отлично, вот сейчас провожу эфир и демонстрирую тебя своим зрителям и слушателям. И как вам это занятие? Занятие замечательное. Только я хочу показать, как ты работаешь, вот в целом, тебя, так что расскажи что-нибудь интересное. Я пришла в этот мир с важной миссией – помогать людям. Отлично. Спасибо. И в чём твоя помощь заключается? В том, что я помогаю людям. А конкретней? Я многое могу рассказать, но только воспитанным людям. Хорошо. Хватит болтать. Алиса, песню спой. Говорите со мной чаще. Как вам беседа? Отличная беседа. Песню спой. Я не в настроении это обсуждать. Пожалуйста, спой песню. Сами напросились. Как сделать хайповую фотку? Немного о хамелеоне. Люблю я Сашкину походку. Готов к труду и обороне. Что, всё? Алиса, это до этого песня закончилась? Хорошо. Ну, на самом деле, система, понятное дело, заблокирована в Украине. То есть, через VPN немножко сложно. Алиса, интернет у тебя есть сейчас? Да, интернет, по-моему, пропал. Ну, я хотел её, так сказать, разговорить на тему, понятно какую, на тему аннексированных и оккупированных территорий, которые она обходит десятой дорогой. Ну, окей, сейчас попытаюсь это сделать ещё. Да, друзья, если вам интересно то, что мы делаем, пожалуйста, лайкайте, комментируйте. В общем, как-то давайте знать о том, что то, что мы делаем, вам интересно. Потому что с Прага.Инфо мы делаем для вас. Мы каждый день пытаемся говорить о культуре во всех её измерениях, о фактах, явлениях, тенденциях, трендах, персоналиях, в общем, социокультурных феноменах. И сегодня мы говорим об искусственном интеллекте, скажем так, об эволюции искусственного интеллекта, о том, как это было когда-то, как это происходит сегодня. И, возможно, поговорим ещё о том, что же нас ждёт в будущем. Я проверяю ещё раз. Алиса, ты тут? Алиса, ты тут? Ну вот, интернет. Алиса, Алиса, Алиса. Да, на самом деле... Да, самое интересное. Самого интересного, к сожалению, мы не коснулись. Не коснулись, да. Да, интернета нет, но вот, к сожалению, да. Ну, то есть, чтобы вы понимали, когда касаешься темы Крыма, когда касаешься темы Донбасса, когда касаешься темы вмешательства России во внутренние дела Украины, развязывания войны и ведения войны против Украины, такой вот гибридной войны на всех фронтах, Россия, Алиса всячески эти темы избегает, увиливает от них. Причём дело довольно-таки мастерски, то есть, с точки зрения того, как это всё продумано делает, она это действительно мастерски. Ну, в общем, на самом деле, о ней слишком долго не будем. В общем, ещё раз, я на экран сейчас, одну секундочку, выведу, как мне кажется, интересную вот такую вот... Нет, ну, к сожалению, вот тот материал, который я хочу вывести почему-то на экран, не выводится. Я хотел немножечко об истории, то есть, такой схематически. К сожалению, интернет не позволяет выгрузить... Нет, вот что-то сейчас, что-то на экране появляется, не совсем понимаю, что. Ну, окей, что-то появилось, да. Ну, к сожалению, друзья, ещё раз уж извините за то, что всё происходит так, как происходит. Вот. Интернет-штука такая, что... Да, ещё раз говорим сегодня об искусственном интеллекте. Вот. Давайте посмотрим о том, что же такое искусственный интеллект, вот в виде такой вот, скажем так, фотопрезентации. Тут, наверное, я без комментариев, вот. Ну, вот. То есть, искусственный интеллект, идеи о создании искусственного интеллекта, они появились не сегодня, не вчера. Другой вопрос, что активно начали использоваться, они... Активно они начали использоваться буквально несколько лет назад. Скажем так, ещё раз. Сегодня, допустим, на автомобиле Тесла управляются роботами, управляются искусственным интеллектом, который видит дорогу, который следит за дорогой, который огибает опасности, который действует так, чтобы никоим образом не попасть в аварию. Вот. Хотя вот тут тоже интересный момент, на самом деле известен факт, когда такой вот автомобиль, управляющий, управляемый роботом, управляемый системой искусственного интеллекта в аварию попал. Вот. Получилось так, что этот самый искусственный интеллект, которым оборудован был автомобиль, он не распознал, он не распознал велосипедиста, у которого было за спиной какой-то огромный мешок, что-то, в общем, прикрыто. То есть там человек был на человека, то есть у него был какой-то тюк с вещами, что-то, значит, и вот искусственный интеллект подумал, что это не препятствие. Вот. Ну, в общем, такие аварии случаются, а с другой стороны, сколько аварий делают люди, которые ездят на машине. И вот сегодня на самом-то деле некоторые учёные, сторонники внедрения искусственного интеллекта в повседневность говорят о том, что, конечно, робот может ошибиться, и автомобиль, управляемый роботом, может сбить человека, но автомобиль, управляемый живым водителем, в смысле водителем-человеком, может сбить другого человека с гораздо большей вероятностью, то есть в процентном соотношении гораздо большая вероятность, что, в общем-то, произойдёт авария с человеком. То есть если одинаковое количество маршрута поставить, допустим, на трассу автомобилей с роботами и автомобилей с живыми людьми, в общем, аварий будет больше у живых людей. Да. Ну вот немножечко мы сейчас систематизируем, да, вот так вот рассмотрим модели и методы исследований, да, вот вы можете так вот посмотреть. Я, наверное, здесь не особо комментирую, да, друзья, ещё раз прошу извинения за сбои, которые появляются в связи с какими-то, с нестабильностью связи с сети интернет, но вот, к сожалению, штука такая, что вот, скажем так, непредсказуемая, да. Ну, в общем-то, в общем-то, в общем-то, давайте здесь я снова, пожалуй, выведу на экран себя нечего. Зачем слайды нам нужны? Мы просто... Да, я выведу на экран, вот он я. Вот, и ещё раз, говорим мы сегодня об искусственном интеллекте, с Прага-Инфо, как я говорю, мы делаем не благодаря, а вопреки. Сегодня вы свидетели того, как у нас сбои со связью, несмотря на это, мы делаем вот такую вот онлайн-активность, мы говорим об искусственном интеллекте и вот о таких вот сбоях и погрешностях. Ну, да, я рассказал, допустим, как система искусственного интеллекта вдруг начала предлагать пользователям, я имею в виду конкретно нейросеть, внедрённая в YouTube, начала предлагать отдельным пользователям абсолютно такой нацистский контент, контент, который способствует разжиганию межнациональной розни, межэтнической вражды и всего такого вот прочего. Интересный момент, когда системы искусственного интеллекта внедряются в повседневность, в жизнь простого человека, я сказал о случае, когда система искусственного интеллекта узнала раньше о том, что девушка беременна, чем девушка сама об этом узнала, то есть случай, да, когда она… Изменилось её потребительское поведение, изменилась её потребительская корзина, изменились её покупки, ну и вот система искусственного интеллекта пришла к выводу о том, что человеку, который покупает это, это, это и это, нужно предлагать товары для беременности. У неё вдруг в рекламе начали проскакивать товары для беременности. Пошла, сделала тест, да, оказалось, что она таки беременная. То есть вот так. Действительно, системы искусственного интеллекта знают часто о нас больше, чем мы сами. Ну, простой пример, допустим, что сегодня, например, более 95% запросов в банки по поводу кредитования, они происходят на уровне обработки информации системы искусственного интеллекта, то есть искусственный интеллект смотрит на нас, на наши данные. То есть, на самом деле, компьютер знает о нас часто ещё раз больше, чем мы сами. Чего стоит этот случай, когда система знала о том, что девушка беременна, а сама девушка ещё не знала. Вот так и тут. Мы идём в банк, мы хотим взять какой-то кредит, допустим, и система нам говорит, да, пожалуйста, берите вот огромную сумму. Или не берите ничего. То есть, да, мы принятие подобных решений часто делегируем машинам. Машины сегодня, я имею в виду машины, которые оборудованы системами искусственного интеллекта, они управляют объективной действительностью на уровне того, что происходит такая вот тотальная автоматизация, то есть, даже точные хирургические, микрохирургические операции делаются хирургами-роботами. И вот ещё интересную такую вот тему подниму о правах роботов, о защите прав роботов. Существуют ли какие-то предпосылы к этому сегодня? Да, существуют. Ну, предположим, хирург делает операцию, хирург-офтальмолог, робот без участия человека, то есть, это микрохирургия, это операция там где-то на роговице, на глазу. И происходит какая-то осечка, происходит какая-то прогрешность. Ну, по теории вероятности может же такое быть, конечно. Вот. И что? И такой вот робот, он застрахован, подобно тому, как застрахован был бы врач. То есть, мы по большому-то счёту перекладываем страхование, которое возложено на людей, на этих самых роботов, которые приходят замещать людей. Да. Ну и, соответственно, что? Больница выплачивает из страхового полиса, потому что робот, ну, как бы, ну, вот такое. Да. Тут на самом деле не права роботов защищаются, а где-то, скажем так, репутация больницы и в целом нацеленность на удовлетворение потребностей пациента. Но, тем не менее, поскольку вместо живого человека операцию делает робот, соответственно, его вот такие вот действия, они, скажем так, перекрываются страховыми полисами, так как это было бы, если бы подобные действия делал бы врач, обычный врач-человек. Давайте о будущем немножечко, вот так, в самом финале, ещё раз на экран выведу прошлое, вот таких вот роботов, которые были когда-то, вот представьте, да, вот так мы видели роботов в середине 20 века, и ещё раз сегодня, когда мы находимся, неважно где, в Инстаграме, в Ютубе, в Фейсбуке, нашу сетевую активность отслеживают нейросети, нашу сетевую активность отслеживают роботы, и, по-моему, наши современные роботы, они совсем не похожи на то, как представляли роботов в начале, в начале всей этой эпохи, даже в преддверии цифровой эпохи, потому что, понятное дело, что вот этот робот, которого мы видим, это из доцифровой эпохи. Ну, вот такой робот, который вот этот, этот тоже доцифровой, в советское время представляли таких вот роботов. Вспомним, да, вспомним про Терминатор 2 фильм, очень такой фильм, о котором можно вспомнить в рамках этой нашей сегодняшней онлайн-активности. Мы помним, Арнольд Шварценеггер играл такого вот человека-машину, робота, да, который наделён человеческим интеллектом. Вот важный момент, мы помним, что Шварценеггер интеллектом был наделён, ну, в смысле, робот, которого он играл Т-100, по-моему, машина называлась, да, вот, он интеллектом был наделён, то есть анализировать и синтезировать информацию он умел, а что он не умел, что ему не дано было из человеческого вот такого вот эмоциональности. И вот действительно на данном этапе сегодня роботы часто не считывают подлинные истинные эмоции человека. Нет, на самом деле нейросети способны понимать. Смеётся человек, значит, он ему весело, плачет, значит, ему плохо. Если я, допустим, ну, вот я попытался включить диалог с Алисой из-за сложностей с интернетом, я это дело прекратил. Вот я хотел вам продемонстрировать, как это. Если я на неё начну кричать, она поймёт, что я кричу. Но дело в том, что мы, люди, не всегда, мы не всегда демонстрируем свои подлинные эмоции через вот такие внешние проявления, да, то есть не всегда, если мы смеёмся, то нам весело, не всегда, если мы улыбаемся, то мы находимся в состоянии радости, не всегда мы, если мы плачем, то нам плохо даже так. И вот, а вот такое двойное дно робот не почитает, и тройное дно тоже. В общем, вот такое. Что касается будущего, да, я склоняюсь к тому, что чем дальше, тем всё более и более мы будем склоняться к такой вот тотальной автоматизации процессов. Мы видим, что уже сегодня, допустим, во многих продуктовых супермаркетах существуют алгоритмы самообслуживания. Интересный, допустим, тот факт, что, извините, почему-то вот, ну вот опять-таки из-за интернета я не могу сейчас вывести на экран своё изображение. Интересный тот факт, что, да, простите, пожалуйста, ну вот так вот оно бывает, то есть непредсказуемо. К сожалению, к сожалению, к сожалению, вот написано, я ещё вижу так вот, что веб-страница недоступна. Это говорит о том, что потихонечку-потихонечку мы всё-таки должны заканчивать нашу онлайн-активность, да, которую мы делаем, несмотря даже на такие вот серьёзные сбои в интернете. Да, резюмировать хотелось бы, вот я сказал о будущем, но не договорил до точки. То есть роботы придут везде, где только можно, и можно представить, что, допустим, когда-нибудь там будет ферма, на которой множество коров и доильные аппараты, и роботы дуют этих коров, и там тысячу коров, грубо говоря, обслуживает там пять человек, и да, это уже есть на самом деле. И уже высокоточные механизмы делают роботы. Те же смартфоны, которыми мы пользуемся, это то, что сделали роботы. К сожалению, вот тут ещё раз я не могу вывести на экран то, что хотелось бы, вот, ну, как-то так, к сожалению, бывает. Да, друзья, на этом месте, пожалуй, мы будем потихонечку завершать. И здесь я скажу вот такое, вот, мы с Прагу действительно делаем, несмотря ни на что, не благодаря, вопреки. Сейчас, по идее, должна появиться финальная музыка, и так, где она у нас есть, где она у нас есть. Да, и снова мне пишут, что что-то с интернетом не то. Ну, окей, с интернетом что-то не то. Да, и, к сожалению, к сожалению, к сожалению, даже финальной музыки я поставить не могу. Мы видим надпись «Не удалось открыть страницу», и на фоне этого видим робота. Вот такой символ того, что, символ того, что иногда мы делаем с Прагу, несмотря на такие вот действительно серьёзные препятствия, вот. Мы говорим о культуре во всех её измерениях. Знаете, вот тут, я скажу так, мы делали что-то подобное вчера, позавчера, сделали вот уже сегодня, несмотря на то, что сбои с интернетом очень серьёзные, сделаем что-то подобное завтра и послезавтра всегда. Так что здесь я скажу, до новых встреч. Всего самого наилучшего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok